Ну что ж, приятного аппетита всем, кто завтракает. Ну а совсем скоро на улицах города появятся цветы. Около полумиллиона виол. С конца апреля они начнут украшать исторический центр Петербурга. Впервые высадят их у Зимнего дворца на площади искусств и на Невском проспекте. Да, а на Думской башне уже зацвели тюльпаны. Будем ими любоваться. Дмитрий Аксенчик на прямой связи со студией. Скажите, Дмитрий, тюльпаны на Думской уже зацвели. Что бы это могло значить? Доброе утро. Ох, коллеги, всю интригу уничтожаете своими подводками. Действительно, да, как вы уже догадались, мы находимся на смотровой площадке Думской башни, внутреннего братства которой украшают пять тысяч тюльпанов. Давайте же пройдем внутрь, полюбуемся ими. Здесь действительно обилие красок разных цветов. Тут и оранжевый, и желтый, и красный, и фиолетовый. В общем, самые-самые разные. Надо сказать, что, наверное, впервые в истории Думской башни она такая женственная и нарядная. Это доминант Невского проспекта. Продолжим нашу беседу в прямом эфире с Дарьей Погорецкой. Доброго вам утра. Доброе утро. Итак, расскажите же поподробнее о том, как же преобразилась, почему преобразилась именно так Думская башня к весне. Ну, во-первых, я бы хотела сказать, что в этом году слоган Думской башни – «Время верит в чудеса». Поэтому мы начали с новогоднего украшения. А сейчас, первый день весны, нам захотелось добавить красок, добавить улыбок, поздравить женщин, найти какой-то такой милый способ поздравить всех с календарной весной. Тюльпаны зацветут в нашем регионе на улице только через два месяца. А тут, посмотрите, реально «Время верит в чудеса». Вот они расцвели на Думской башне. Вот вы сказали, только женщин поздравят, а мужчины, может быть, тоже любят цветочки. Это правда. Вы знаете, для нас самое важное было, наверное, чтобы вот это впечатление и улыбки, и зелени, и радости, вот оно наполнило, да, ну просто на самом деле счастье в семье начинается с улыбки женщины. Поэтому мы идем таким путем. Скажите, комфортно ли тюльпанчикам здесь, в Думской башне, какие для них здесь условия созданы? Микроклимат, может быть? Да, специально. Как я уже говорила тоже раньше нашим коллегам и друзьям, когда мы занимались этим проектом, что для тюльпанов очень важно, как для женской красоты. Холод и голод. Поэтому здесь поддерживается температура невысокая и, безусловно, меньше полива. И тогда, видите, вот они не настолько сильно распускаются. Мы видим как раз тюльпанчики в таком песочке находятся. Это специальный грунт. И наши коллеги из поселка Лаврики, которые занимаются выращиванием тюльпанов, у них достаточно серьезное производство. И так приятно, что под Петербургом у нас есть свои тюльпаны. Вот они все представлены здесь. Они подготовили специальные, видите, такие короба, в которых специальный песчаный грунт, который идеально подходит именно для тюльпанов. Да, расскажите, а как же Петербург отреагировал на украшение Думской башни, на такое украшение? Уникально. Я могу сказать, что я точно верю в чудеса, потому что за эти выходные 2,5 тысячи человек уже попало в нашу башню. И вы представляете, сколько это впечатлений, улыбок, и все выходят абсолютно озаренные. И для меня это огромное счастье. То есть, возможно, после того, как эти тюльпаны покинут убранство в Думской башне, появится что-то другое? Знаете, если интерес будет действительно такой вот высокий, и безусловно, жизнь тюльпанов, она все-таки не такая длинная, поэтому, может быть, мы продолжим еще какими-то интересными, прекрасными весенними цветами. Ну что ж, спасибо большое, Дарья, будем надеяться. Ну а пока еще раз напомню, что до 10 марта 5 тысяч тюльпанов украшают внутреннее бранство Думской башни. Что ж, слово студии!